Школа номер 40 на улице 2-й пятилетки летом специализируется на спорте. Здесь не только ежедневная зарядка, веселые старты, но еще и своя футбольная команда «Победа». К тому же два раза в неделю дети ходят в бассейн. У нас два воспитателя спереди, сзади, плюс иногда бывает посередине. В бассейне тоже техника безопасности соблюдается. Там не только один главный тренер, там сидят воспитатели, там сидит медсестра. Все занятия и игры как положено, бесплатно. Родители платят только за бассейн. А вот в 103-м лицее договорились с администрацией бассейна о бесплатном посещении. В лагере интересное. Некоторые берут дома, сидят в компьютере. Это не очень. Вот хочется погулять, что-то поделать летом. Но это лето. А еще можно правила дорожного движения подучить. На территории лицея оборудован автогородок. Сюда приходят и из соседних пришкольных лагерей. В итоге у депутатов замечания только по технике безопасности. Небольшие замечания по организации около школьного пространства. Где-то нужно улучшить состояние лестниц, где-то нужно провести больше часов инструктажей с детьми по поводу чрезвычайных ситуаций. С развлекательной программой и питанием все отлично. А главное, весь бюджет тратится по назначению. 54,5 миллиона. Это немалые деньги. Поэтому мы своими глазами должны были убедиться, что эти деньги пошли на дело, пошли на реальный отдых детей. Кстати, находку 103-го лицея с бесплатным бассейном депутаты обсудят. Возможно, получится привлечь предпринимателей. И все дети смогут летом плавать бесплатно. Евгения Слинкина, Андрей Токарев. На Дону.